Мой доклад называется «Поля, объекты и их достоверное отображение, измерение и оценка». Цель сообщения – анализ методологии измерения параметров пространственного положения объектов, их размерах и их проявления в градиенте и связи с временем и пространством. Введение или современное состояние науки. Создается впечатление, что современная наука, основанная на высокой математике, описывает не природу и ее законы, а представление, возникшее в самом начале ее возникновения. Это особенно подтверждается во множестве докладов, которые были здесь воспроизведены. В природе все должно быть очень просто. Она не знает ни робастой функции, ни теории вероятности. Так что делать? Ну, как говорил Платон, описываясь, что видишь, а не то, что ты об этом думаешь. И подобное познается подобным. На чем основаны модельные успехи современной науки? На достоверности плоскостной геометрии, где все операции описываются абсолютно точно. В ней опора достоверности любых измерений. Современные измерения далеко не достоверны. И об этом говорит наша метрологическая, не только наша мировая метрологическая служба. В основе геометрии лежат пустолаты тклида, которые точно работают только на плоскости, но не в пространстве. Так это невозможно построить однозначно плоскость между измерителем и объектом, представляемым их точками. Что делать, чтобы описать процессы в пространстве и во времени? Модельно одинаково описывать измерители объекта в виде двух точек, связанных с прямой линией, имеющих длину и ширину. Описать и поднять идею сотворения мира. Этот вопрос, который я отметил отдельно, в связи с тем, что в дискуссиях, которые проходили после двух дней, активно обсуждался вопрос о связи времени и пространства, и как они друг с другом взаимодействуют. Вопрос остался так и открытым, ни к чему не пришли. Ну и я попробую на это посмотреть несколько с другой стороны. Я воспользовался рисунками Эйфеля и несколько их прокомментировал. Принцип создания всего из ничего. Основой строения материи служит принцип парности, включающий взаимоисключающие признаки противоположности в единстве и единства в противоположностях. Ну, так сказать, для этого Бог создал пространство временной континуум. Пространство временной континуум природа выразила в двух формах проявления материи. Вещественный и полевой, которые также связаны в неразрывном единстве. В качестве исходной информации Бог выбрал поле, как материал, из которого могут быть сформированы любые частицы с идеальной формой удержания поля, в виде форм шаровых соединений. На основе этого можно построить следующее поле. Поле является конструкцией, в которой происходит непрерывное круговое вращение. Для ее характеристики можно использовать два параметра. Это величина, которая характеризуется знаком, и направлением вращения. Направление вращения может быть внутри самого источника поля и вне. На основе этого было создано, используя первую конструкцию, в которой заключено поле одного знака. Я обозначил его Е, но это и есть поле электрическое, оно так и, между прочим, существует в природе, что мы не учитываем в настоящее время, в котором внешнее поле замкнуто по кругу идет, внутреннее поле, каждая половинка замыкается навстречу друг другу. То есть, внутри поля времени нет, а снаружи оно замкнуто. То есть, сам источник замкнутый, его потенциал равен нулю. Рядом показан диполь. Этот поле называют монополем, но оно на самом деле является не монополем, а внутренним диполем. Рядом показан естественный диполь магнитный, который вы все знаете. Здесь внутри поле идет по одному направлению, снаружи по-разному. Ну, и тут можно очень много играть, я хочу сказать, но моя задача сейчас не в том, чтобы показать, сколько тут игр, а просто показать три общеизвестных состояния материи, которые общеприняты. Ну, и третье, это электромагнитное поле. Я не буду на них останавливаться. Параметр, который позволяет выполнить оценку площади поверхности излучения в секторном угле, и равное ее геометрическому усилению, назвали временем. Вот, ну, сейчас, секундочку, дальше. Взаимное измерение источников. Сверху на рисунке А показан, ну, просто типичный, типичный источник поля. При это поле, если это стационарный источник, оно распространено везде по пространству. Если в это пространство попадает другой источник поля, который захватывается полем этого источника, они взаимодействуют. Взаимодействие показано на рисунке, на этом же рисунке рядом Б. Два объекта, один синий, другой вот черный, которые вот связаны типичными лучами, которые вот соединяют центры как по касательным. Здесь это все общеизвестно. Ну, вот здесь для измерения используется, показано, ну, на одном объекте, чтобы не затруднять это, тут очень трудное сразу восприятие, из-за непривычки. Но показано на одном объекте две оси координат параллельные, на которых отображается внутреннее вот поле излучения и поле излучения объекта Б и приема от объекта, ну, вот этого, другого. Секторные углы Фи, вот они, обеспечивая оценки площади поверхности излучения или облучения, назвали временем, то есть каждый объект при взаимодействии, в пространстве взаимодействует с другим объектом и имеет два источника времени, ну, источника, но их два времени. Одно собственное время, а другое время другого, ну, с кем он взаимодействует. При этом время, с кем он взаимодействует, зависит от расстояния между ними и зависит от этой площади, вот от площади С1, которая вот между двумя синими лучами заключена, и углом, ну, вот, углом это Фи2, это вот отсюда, и собственным временем углом Фи1. При взаимодействии каждый объект организуется двумя секторными углами и временами излучения и облучения. Ну, тому вот живой пример наше поле, поле Земли, в котором мы живем в двух, имеем два времени, время суточное, время, собственное время Земли, и время солнечное, которое определяется вращением плоскости, ну, вращением плоскости, вращением Солнца, так скажем, вернее, Солнца вокруг Земли. Ну, вот этот процесс, то есть, сам процесс взаимодействия двух стационарных объектов происходит следующим образом. Вот здесь показана такая пространственная картина и разрез волнового процесса, который взаимодействует, который, ну, который обменивается два стационарных, два источника стационарного поля. И воздействует, и измеряем мы поле, которое, вот, как говорят, в торце, а сам пакет идущий определяется размером объекта и определяет сам общий пакет этого поля. Ну, на это вот я первую часть, то, что я ввел, я заканчиваю и перехожу к той части, на которую, в общем-то, и было направлено в мое предварительное тема доклада. Как мы познаем природу? Современное модельное описание процесса, природа и ее процессов. При описании используются в основном моносистемы координат и моноизмерители. Все построения образов объектов получают в пространстве методом центрального проектирования, где образы объектов отображаются в проективной системе координат, в перспективе, как мы их видим. Но проективная система координат не является аналитической. То есть, точно объекты измеренно быть не могут. Ну, на рисунках показано кубик, и как мы его видим, можем видеть еще более искаженным. Но аналогично также отображаются все физические поля и их параметры. Многие из них функционально описываются параметрами, которые не нормированы. Например, скорость света. Она не постоянная, а его используют. В принципе, отсюда погряз... У света перепады не такие большие, а в гидролокации перепады бешеные могут быть. Стилия изображения строится, но не имеет точного аналитического описания в настоящее время. Поэтому метеорологическая служба всем измерениям, выполняемым на расстоянии, дала характеристику качества неопределенности. Неопределенность это может достигать от десятых долей процента до ста процентов. То есть, все наоборот. Абсолютно. Вот точно там кстати, неопределенность не имеет количественных оценок. Погрешность это не ее характеристика. При использовании парных измерений, которые являются аналогом наших органов чувств, все объекты находятся в пространстве и описываются тремя параметрами. Все объекты отображаются на плоскости в перспективном отображении. Используя пару измерителей, любую точку объекта в пространстве всегда можно провести плоскость и точно писать ее положение на плоскости относительно базы и ее направления. Парные измерения это следствия обеспечивают основу измерительного процесса, включающую построение образов и их сравнение для установления достоверности построения. Вот этот процесс совершенно в настоящее время не является ну никак не выполняется, а он играет принципиальнейшую роль, потому что что видя справа если на этот рисунок наложить поле, то это будет вообще бог знает что и как вы можете сказать с каким объектом вы вообще имеете дело. и это является настолько критичными вещами, что это является причиной большинства аварий на флоте и в авиации. Парные измерения позволяют установить отличия в построении для оценки приращения градиентов, установление опоры начала отсчета и аналитическое вычисление на плоскости положения размеров объекта на основе системы координат связанной с базой. Вот это коренные отличия, потому что если более подробно разбирать что как мы сейчас измеряем, мы вообще говоря это если говорить не знаю что измеряем очень часто потому что если плоскость не соединяет плоскость которая соединяет два измеритель и объект показанных точку ее можно вращать то есть в какой системе какая система горизонтальная мы придумали систему потому что наши глаза находятся в горизонте на самом деле это ну совершенно ненормированная вещь теперь рассмотрим в чем причины неопределенности измерений на которых от основного отказа ну на чем на в чем они проявляются первая основная причина по сравнению отображения образов объектов в пространстве выполняет методом центрального проецирования получая отображение объектов в перспективе а их описание выполняет в моносистемах координат используя измерения пространственных углов для их описания это свойство построения полностью относится к физике проявляясь в фазовых углах физических процессов невозможности их измерений точных кстати говоря причина неопределенная вторая причина все измерения выполняются при влиянии двух аргументов которые действуют всегда совместно это время и пространство их влияние в настоящее время разделить невозможно так как оно описывается одним уравнением физические процессы написываются четырехмерными модельными зависимостями но вопрос от какого аргумента и третьей причина все первичные преобразователи являются естественными измерителями приращения полей измеряемых параметров в границах размеров первичного преобразователя которые оценивают приращение градиент физического параметра и обеспечивают выделение границ объектов при использовании пара-измерителей Размещенных на базе Разность измеренных ими градиентов Характеризирует скорость измерения градиента на базе Являющая функцией сразу двух Неразделяемых аргументов времени и пространства Ну, для того, чтобы выполнить указанные действия Прежде всего, нужно понять, что такое образ объекта Сверху Ну, вы это все прекрасно знаете Но просто это не зафиксировано А это вы знаете, это вы делаете, но не зафиксировано Ну, на рисунке сверху показаны вещественные объекты Снизу показаны их возможные поля Ну, это самые простые, конечно, я не собираюсь рисовать сложные объекты И их сумма, которая показана на C Все это вы прекрасно знаете И даже тут и говорить-то особо и нечем Отображение пространных полевых объектов Показано на рисунке Значит, слева или справа Ну, на плоскости, где в парной проективной системе Квадринян, где вот эта плоскость называется плоскостью наблюдений В ней все строится, но ничего не видно Вот И плоскость измерений Где все видно, но неясно, откуда появилось вообще говоря Вот Получается два отображения Ну, вот тут вектора, значит, красный, синий и зеленый Ну, что видно, то видно, это, в принципе, это не столь важно Третье отображение является то, что мы обычно сейчас называем Получает третье отображение Стереотображение Стереотображение То есть, вот В настоящий момент стереотображение Не умеют Аналитически достоверно описать Справа показано Измерение, такое же измерение Временных параметров Вот тут здесь все сложнее Я не буду сейчас описывать тут, как это есть Ну, вот Измеритель 1 видит красное Измеритель 2 видит черное И, как видите, эти немножко все имеют отличия Но они должны совпадать Результаты их измерений Ну, прежде всего, посмотрим, как это все строится Как мы Как это все отображается и строится Ну, показано справа построение образов объектов, излучающих поле Это построение полей магнита В продольном направлении Ну, это вот строятся просто лучи из центра объекта В результате получаются вот такие картинки Вот Если в эту сторону перпендикулярно строятся вот такие картинки Справа показано, что эти результаты построения Они абсолютно точно совпадают с тем, что измеряются в лабораторных условиях Ну, тут только перевернутые картинки Ну, наверное, всем это понятно, что это, так сказать, результат То есть, это говорит о том, что мы действительно все делаем в парной проективной системе координат И решить задачи мы можем только, только Действительно аналитически и правильно и достоверно Мы можем решить только в парной системе координат Несколько в стороне стоит вопрос о, ну, положим, радиолокации Или объектах, которые отражают поле Это вот видение глазами радиолокации Это аналог Справа вот тут показано, значит, радиолокатор, который излучает в секторе Объект, который движется на него Значит, сначала сигнал маленький Сигнал доходит до того момента, когда он закрывает угол раскрытия антенны Он достигает максимума После этого при движении к локатору Протяженность объекта не изменяется Изменяется немножко амплитуда Это вот причина аварий на флоте Арофлоте Вот Когда в тумане ничего не видно Летчик видит только, что все в порядке Объект не изменяется И только когда он уже глазками что-то сможет увидеть Он только может сказать, мать, извините меня Вот Справа показано Тот же самый объект, который движется В этом вот имеется, будем говорить, два глаза Этого не играет Два приемника В этом случае, если Дальний объект будет отображение вот это А ближний объект из-за того, что сам Новый фокус Может смещаться Он становится больше Это при любом расстоянии Ну, практически При нулевом расстоянии до объекта Ну, техническое средство Обладающее двумя приемниками Будет реагировать на Правильно реагировать на создавшуюся обстановку Чем это характеризуется? Вот это принципиальные вопросы Которые меня просто потрясают Мы видим постоянно Это наша динамическая геометрия Мы видим постоянно Значит, проезжающие мимо нас автомобили Только что перед нами прошел там Грузовик Который мы осматриваем Ну, чуть ли не сверху вниз Но через пять минут Мы его видим точкой Так Поставили два измерителя вдоль И мерите Сейчас вот знаем точное расстояние Все это очень просто считается Внизу показана зависимость Которая характеризует это описание Это зависимость характеризует Он выполняется постоянство Это то есть Вот размер вот этой проекции Умноженная на расстояние Есть величина постоянная Размер вот этой проекции на расстояние Объекта до сюда Есть величина постоянная Вот Ну, а теперь Вот так Сейчас, извините Ну, здесь представлена парность Основа достоверных измерений в пространстве Ну, на примере вертикального градиентометра Это не для того, чтобы Это просто есть четкие измерения Все Ну, абсолютно четко Ну, тут, в общем Единственное, что это трудно организовать И трудно сделать Но само по себе это Ну, чистая геометрия Что тут говорить Объект Показан серым цветом И мимо него Ну, будем говорить Проводятся Два измерителя Которые расположены Вот На расстоянии D Друг за другом То, что я говорил Получается Значит Вот Получается Распределение поля Вот одно красное И второе красное Асимметрия Позволяет вычислить Площадь поверхности Вот Образов Вот Которые показаны Желтыми цветами Цветом Позволяет вычислить Амплитуду сигнала Которые связаны Вот этими зависимостями То есть Площади Эта площадь Равная А на С Вот тут Значит Размеры, которые показаны Равна Ну В общем Сохраняется Их постоянство Это Это По площадям И по потенциалам То же самое Если этот Объект Там Наклонен По отношению К базе Ну Тут база Перпендикуляра Направлению Перемещений То будет То как Ну Все эти Все равно Все Размеры Все проекции Сохраняются Зависимость Прежде всего Определяется Вот это Для точки 1 Вот она Тут показано Для точки 1 D Постоянное Вот это Расстояние L2 Равно L2 Д Для точки 1 Определяется Вот этим Ну Вот все Вот этим Можем подставлять Этот коэффициент Если вы так Немножко Задумаетесь Коэффициент Общей относимости Положения Точки 1 Объекта Относительно Измерителей Для того Чтобы Получить Общее Построение Объекта Точно Такие же Формулы Нужно Написать И для Ну вот Хотя бы Этой точки Этой точки Этой точки И тогда Мы получаем Общее представление Об объекте Прямых Которые Значит Соединяют Любые Точки Ну это Арифметическое Среднее Все Предельно Просто Предельно И никаких Тут Как говорят Двойных Тройных Интегралов И функции Выше Второй Нет Ну На рисунке Следующем Вот Но Здесь имеется Очень большая Сложность Почему люди Не взяли Сразу Вот Что тут Делать Это все Очень просто Кажется На самом деле Здесь сталкиваемся С очень большой Сложностью Сложность Заключается В том Что Ну здесь Продольное Проектируем То есть Глаза стоят То есть Измерители Друг за другом На определенном Расстоянии Я покажу Вот на примере Измерения Магнитного Поля Земли Магнитное поле Земли На полюсах Составляет Вот 0,7 На 10,5 Нанотесл То есть Размах Полтора На 10,5 На 10,5 Нанотесл Радиус Земли 6,3 На 10,6 Метра Ну Приблизительно Дело Не Тут Главное Порядок Градиент Составляет 10,2 Нанотесл На метр А Градиенты Сам Диапазон Измерения Градиентов Можно Очень легко Найти Даже 10 Даже больше Чем 10,3 Нанотесл На метр И даже Больше Это я просто Так говорю То есть Диапазон Измерений Бешеный А Сама Величина Разности Вот На этом Рисунке Более Видно Сама Величина Разности Очень Маленькая То есть Нужно Измерить Измерить Каждый Из Этот Параметров Который А ты Хочешь Это Сделать С Очень Большой Разрешающей Способностью И Вот Это Дает Это Условие Дает Именно Парная Проективная Система Координат В Парной Проективной Системе Координат Выполняются Две Функции Первая Функция Это Сам Измеритель Ну Будем Говорить Про Оптику Чтобы Не Использовать Различные Физические Принципы Которые Преобразуют Сигнал Он Только Оптик Значит Оптический Прибор Увеличивает Отображение Объекта Больше Ничего Измеряет Его Масштаб А Если Ну Особенно А вопрос Стоит Что нужно Конечно Это хорошо Но Главное Чтобы В эти Изменения Можно вложить Было Вот Десять В пятой То есть На пять Порядков Больше Деления Чем Сам Сам Этот Объект Вопрос Значит Как это Делается Нужно Увеличить Базу Базу Увеличиваешь И загоняешь Туда Загоняешь Любую Частоту Притом Не требуется Никакой Стабилизации Ее Никакой Ничего Потому что Все это дело Измеряется Одновременно Весь вопрос Будет в базе Находиться Там Миллион Шесть Или Миллион Сто шесть Или Миллион Ну Любое Другое число Это Коэффициент Пропорциональности Больше Ничего Ну Время Кончилось Ну Извините Я вот Совсем Немного Жалко Конечно Ну ладно Ну и гипотеза Квантовая Теория Является Следствием Отсутствия Средств Для описания Пространства Обеспечивших Требуемую Разрешающую Способность Я Конечно На ней Не настаиваю Но Она Вообще Говоря Следует Отсюда Как ни Парадоксально Ну Вот Просто Застоверность Измерения Чем Это И Получен Патент Кстати Говоря Это Впервые На достоверные Измерения В пространстве Физические Аспекты Вот Я Становлюсь На Физических Аспектах Хотя Конечно Жалко Немножко Физические Аспекты Достоверность Определения Размера Физические Измерения В парной Проективной Системе Основаны На Измерении Приращения Или Градиентов Измеряемого Параметра На базе Измерений А Экстремальные Изначения Задают Границы Действия Градиента Процесс Измерений Положение Размера С сторон Построен На Разностном Методе Который Обеспечивает Однозначное Выполнение Всех Воздействует На Нас Могут Быть Бешеными Вычисления Ну До Прилюнного Предела Конечно Иногда Вычисления Размеров Объекта Физических Параметров Волняется На Основе Свойсподобия Параметров Параллельных Образов Вот Ну И Достоверная Оценка Выполняется Только При Большом Отличии В допусках Ну Здесь Я отметил Свойства Парной Проективной Геометрии Ну Прочтете По крайней мере Кто захочет Хотя Они Не везде Я Несколько Слов Остановлюсь На Том Как Измерять Во Времени И Как Измерять Время Ну Здесь Показан Макет Макет Ну То есть Макет Модель Движения Земли Общеизвестная Время Ну Точно Я Говорю Время Это Перед Обращения Земли Вокруг Солнца Включает Два Цикла Сутки Год Циклические Процессы Зам Равновес Имеет Относительно Характер Время фиксируют В угловой фазе Линейных Мерах Движение Объекта Во времени Выполняют Пространство Которое Это можно Делать А я Заканчиваю Ну В общем Заканчиваю Вот Просто Покажу По Можно По Равенству Скоростей Относительно Точки Измерений Этот метод Был Ну Раньше Широко Использовался Называется Индийский Круг Вот И благодаря Этому Можно Измерять Абсолютно Достаточной Степенью Точности Ну Ну Это я уже Говорил Ну Могу Вот Так сказать Философский Маленький Вывод Который Сделать Основой Строения Материи Служит Принцип Парности Включающие Взамес Включающие Приснаки Противоположности В единстве И единство В противоположности Парности Обладают Все физические Объекты Развитие Материи Основано На три Единство Три Единство Соединение Двух Парных Противоположностей Для Создания Новых Противоположностей Информацию Пространство Получают С помощью Лучей Существующих Сферической Форме Методом Центрального Проецирования Которые Хоррелируются На плоскости Двух Парными Временными Угловыми Параметрами Первый Описывает Ее положение В пространстве А второй Паралактический Угол Под которым Наблюдается Источник Ну Подобное Создается Подобное И Обеспечивается Парностью В измерении Спасибо За внимание Ну У кого Какие Вопросы Как Насчет Вопросов Я Значит Метрологический Аспект Очень Интересный На мой взгляд Очень Убедительный Вашего Доклада А вот С точки Звучит Физики Дальше Философии Есть Вопрос Пожалуйста Первый Вопрос Значит Какой По вашему Физический Смысл Взаимодействия Пространства И Времени Ну Я считаю В искусственно Созданном Эйнштейном Континиум И так называемом Пространстве Такой же Физический Смысл Сейчас Сейчас И дальше Давайте Давайте Не надо Давайте По одному Ну Потому что Да Горло Пересох Извините Значит К сожалению Вот Этот аспект Должен был Изложен Вот В той части Которой Я не Не успел Изложить Значит Измерить Время Вот На земле Можно Только Вот С помощью Оценки Используя Парные Измерители Установленные Вот На земле В точке При этом Они должны быть Обязательно Парные Вот Например Для простоты Сначала Вот Спутник Или Этот Ну Солнце Движется Вокруг Нас Вот Вот Она Показана Вот Таким Ну Это Спутник Конечно Ну Это Безразлично Спутник Или солнце Движется По Параллель И установить Вот эти По Ну По направлению Нордзюит Ну Положим Так Солнце Движется Так В этой Точке Это Относительно Солнце Земли Да Ну Относительно Солнце Как таковых Пространство И времени Да Как таковых Как таковых Пространство И времени Да И тогда Значит Сейчас Секундочку Может быть Тут есть Лучший рисунок Ну Нет Земли Проявилось Ну Вот Вот Наверное Вот Лучший рисунок И более Понятный Значит Когда Проходит Точно То Значит Проекция Равна Нулю Когда Значит В двух Плоскостях В двух Точках Относительно Равна Значит Скорости Равны И благодаря Этому Сохраняется Условие Постоянства Сумма Постоянства Суммы Проекций С учетом Знака Направления Проецирования У У данного Спутника У данного Спутника Примещение Его Ну вот Параллельно Базе Вот Это позволяет Вот это Действительно Это и меня Немножко Когда я Стал думать Удивило Значит Положим Положение Спутника Находится Здесь Мы Получили Два Ну Или Тени Гномона Или Два Электромагнитных Сигнала Которые Мы Видим И он Они Позволяет Не только Определить Положение Этого Спутника Угол Когда он Находится В этом Положении Но и тогда Когда он Находится Точно Над нами Вот Эти Возможности Дает Парная Система Координат Теперь Относительно И вот Здесь Как раз Когда У нас Эта База Стоит Произвольно Вот Например Так И летит Объект Относительно Направления Базы Произвольно Вот Здесь Приявляется Свойство Связи Скоростей По Эйнштейну Может быть Трудно Другой Вопрос же Другой Ну Значит Я не понял Извинить Значит Эйнштейн Создал Этот Континиум Искусственный Да Его не существует По природе Потому что Времени Абсолютного Нет Нет Значит Пространство Есть Абсолютное А Времени Нет И это Искусственный И поэтому И вот Теория Относительности Трактовки Эйнштейна Еще раз Повторю Ну я Начали Понял Глубоко Заблуждение Вела Весь мир И я Из вашего Выступления Понял Что вы Понимаете Что Во-первых Поля Излучаются Телами Да Значит Это первое И что возможно Поле без Материального Агента Правильно я Да Да Возможно В принципе Конечно Это невозможно Но ладно Ну Последнюю страницу Может Сейчас Секундочку Это вот эту Нет Совсем Ну где там У вас Рисунки На призорность Магнитного Поля Там у вас Приводится На поле Все Вы Приводите А Понятно Она не Последняя Нет Нет Сейчас Секундочку Сейчас Покажу Так Сам уже запутал А вот он Пожалуйста Вот у вас Знаете Меня что удивило Вот у вас Т там написано Надо думать На призорность Вагнитного Поля Почему-то Но 7 10 5 Надо Тесла Почему Такая хитрая 70 тысяч 70 Тысяч Надо Тесла Это Значит 700 Гал Вообще Гал А Зачем Нано Тесла Берут Вот я Не понял А Может быть Это какой-то Я почему-то Спросил Какой-то Смысл Практически Физически Имеется Все Мерится Только На Теслах И поэтому Ну Правильно Я Написал 70 Я не спорю Так Нет Ну Почему Нано Вы Берете Я Понял Понял Смысл Есть Какой-то Значит Это Значит Поле земли Вот Принято Измерять Вообще В индукции Значит В теслах А Перед этим Значит Очень Было В гауссе Нет И поле земли Измеряли В гаммах Такая система Ну И вот Ну Вот Этот Переход Который Ну Достаточно Достаточно Разный диапазон Да Ну Разный диапазон Это Общий Вот Этот диапазон Принят Гаусс И Тесла Это величина Правильно 0,7 гаусс Вот У вас Так Поро Сказать Постарому 0,7 гаусс А Почему Вы Надо Теслу Берете Она Где Применяется Она вот Во всей картографии Именно в картографии Надо ответить Да Да Во всей картографии Применяется Эта система Единец Ну И вот За счет Того Что Ну Я Это Не говорил Значит За счет Того Что В общем Магнитометры Особенно Измеряющие Модуль Могут Измерять Соизмеримо С По Точности По Разрешающей Способности Смением Времени А сейчас Время Восемнадцатой Степени Значит И они Практически С той же Точностью Могут Измерять Вот Поэтому Там То есть Там уже Фемто Теслы Ну Вот Ну Вот Это Стремятся Поднять Но Вот Сейчас Замучает Вроде Вот Разрешающая Способность Такая Бешеная А использовать Его Ничкуда Не могут Потому Потому Что Степень Влияния Вариации Составляет Тысячу Нано Тесл Вот То есть Вы возьмите А тут Фемто Теслы Какие-то Господи А их Там И нету Ну Я просто Говорю Да Там А Измерение Само Очень Точное А Использовать Его Нельзя Ну Понятно Это Другое Спасибо Пожалуйста Мне вопрос Традиционный Как Вы Считаете Пространство И Время Это Материя Или Нет Это Способ Описания Это Не Материя Да Или Нет Ах Вы Так Хотите Да Способ Описание Нет Вы Отклоняйтесь Вы Скажите Да Или Нет Сейчас Минуточку Вот Когда Когда Вы Говорите Да Или Нет Вы Провоцируете Нет Ну Так Надо Решить Правильно Платить Или Не Платить Вот Сдавать Деньги Или Не Сдавать Просто Правильно Так И Тут Значит Это Способ Описания Но Пространство Бесспорно Существует Нет Ну Материи Нет А Материи Нет Материи Это Ответные Понятия У вас Существуют Материи Это Разные Понятия Поэтому Надо Одним Языком Говорить Поэтому Я и говорю Да или Нет А решение будет Статистическое Не может Сказать Вот это Рактив Скажите Я не ставлю И Так Рактив Да Скажите В одном положении Пожалуй Да Вот Если я начал Сначала Пожалуй Да Поддались На провокацию Это Все Правильно Это Не Сложно Я вам говорю Что это Категории Что такое Категории 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 Ну вот Я просто Еще раз Могу Привести Вот Это Это Формальное Высказывание Ну вот Тут Вот Все Таки Это Может быть Форма Материи Это Все Таки Форма Материи Понятно Понимаете Мы с вами Не договоримся Конечно Это Это Очень Спорные Вопросы Сложные Это Не Так Просто Даже Даже Если Расширить Эту Вот Точно Тут Я Показываю Расширить Эти Вопросы Это Информацию Пожалуй Сразу Не Ответишь Пожалуйста Расскажите Пожалуйста Я Правильно Понял Когда Вы Говорили О поле В чистом виде Без Наличия Материальных Объектов Вещества То Оно Пустое Ну 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 Нулевое Оно Не Оно Не Работает Оно Нету Значит Причем Вы Насколько Как я Услышал Может я Перевел На Какой-то Другой Язык Значит Заключается В том Что Вот это Пространство Вокруг Нас Заполнено Всевозможными Видами Волн И эти Волны В целом Находятся В общем-то Грубо говоря В паркеофазе Поэтому Гасят Друг 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 А Когда Мы Вводим Туда Вещество Происходит Двиг И Начинаются Какие-то Частоты Начинают Выявляться Правильно Да Так Понятно Значит У меня В связи С этим Только Один Вопрос Известно Что Электрон Который Движется Он Движется Не По Прямой Он Движется По Спирали Значит Когда Мы Говорим Значит Представляем Себе Волновое Излучение В виде Синусоид И так Далее Значит Это Тоже Не Совсем Так И Даже Синус И Косинус Потому Что На самом Деле Если Мы Рассматриваем Спираль И Нужно Нам Это В Комплекс Пространстве Все Это Описывать То Вот Эти Ну Как Минимум Трехмерные Да Вот Если Мы Рассматриваем На плоскости Хотя Бо На Одну Величину Увеличим Размерность То Каким Образом Такие Возмущения Волновые Компенсируют Друг Друг Друга По Моему В этом На Первом Шаге И Заключается Феномен Понимания Того Что Поле Что Мы Называем Полем Потому Что На плоскости Понятно В В противофазе Нету А В пространстве Когда Имеет Место Движение По спирали Да еще На каждом Витке Спирали С другой Частотой С другой Амплитудой Какой Каким Параметром Является Можно Оценить Их Взаимную Компенсацию То есть Взаимное Взаимодействие Да Взаимодействие Которое равняется Нулю Для Объекта Значит Я вот А Ну вот Ну вот Прежде всего Значит Вот Это безразлично Тут Раньше Вот я рисовал Грубо говоря Эти два объекта Представлял Земле Землей Солнцем На самом деле Это Ну два Просто Источника Поля Какая форма Роли не играет Кто они такие Тоже Роли не играет Значит Первое поле Которое Излучает Любой Объект Ну радиусом Вот Ну какой-нибудь Тер-1 Положим Вот это Это определяется Его радиусом Значит Он Достаточно Большой Ну вот Если все-таки Рассматривать Землю Это 6 тысяч Километров Теперь Посмотрим Что Как они Взаимодействуют А взаимодействуют Они вот Через это Окно Которое Вообще Говоря Равно 60 километров Ну это Я не Там Миллиметра Не будем Там запятые И так далее Значит Отношение Этих Двух величин 60 километров В 6000 Составляет 6а5 На 10 В шестой Это 10 четвертый 10 минус Четвертый Вот Такое Соотношение Частот Несущихся Впереди Вот Которая Вот тут Вращается И И той Частоты Которая Их Несет Это Очень Большая Разница Поэтому Вот Ну И требования Это Разрешающие Способности Ну я Сказал 10 Пятая Может быть Это Порядок То есть Это Показывает Возможность Разделения И Описание Этих Частот Теперь Естественно Вы прекрасно Знаете Что Высокие Частоты Несут Значительно Большую Энергию Вот И Именно Холодный Магнитный Холодный Резонанс И все Эти Явления Возникают Тогда Когда Высокая Частота Несущаяся Впереди Начинает Действовать На большой Вектор Который Пендикулярно Вектор Который Действует Находится На другом Объекте И они Взаимодействуют Взаимодействуют Ну вот Так Соотнося И Тогда Бешеная Энергия Высокой Частоты Переходит В низкую Частоту И Получается Дополнительная Энергия Которую Ну вот В этих Резонансах Используют В холодном Магнитном В частности Ну вот Если я Вас Удовлетворил Значит Все понятно Спасибо Но Единственный Вопрос Окно Да Измерительное Которое Вот определяется Да Она На самом Деле Отрезает Очень Большое Количество Частотных Составляющих Глазнового Поля И вы Тем самым Определяете Ну Грубо говоря Изменяете Размерность Окружающего Пространства Вы выбрасываете Из него Все остальные Частоты Совершенно Правильно Потому что Этот Это Это Ну Положен Взаимодействие Ну Вот Этот Вот Этот Объект Вот этот Объект Взаимодействие С этим Объектом По этому Окну А с другим Объектом Он будет Может В 10 Раз Больше Но Те Частоты Которые Находятся За рамками Измерения Они Тоже Воздействуют На результаты Каким образом Их можно Оценить Их нету Там Вот В В этих Взаимодействиях Нет Эти частоты Резонансные Вот Эти частоты Две частоты Отсюда Отсюда Вот именно Только на передней части Они Одинаковые Они Взаимно Резонансные Взаимно Резонансные Понимаете Резбиратель Значит Поэтому Когда Происходит Как только Вы задали Измерительную Систему Тем самым Вы Обрезали Обрезали Все остальные Частоты Но они Все равно Указывают И Искажают Результаты Измерения Я к чему Я к чему Значит Это Говорю Потому Что Вы Используете Понятие Образ Как Проекция На Плоскость А Проекция На Плоскость Возникает В результат Того Что Вы Берете Два Измерителя И Точку Который Предмет Который Измеряете Значит Эти Три Дает Плоскость Другое Дело Что Она Там Гуляет Неважно Три Реперные Точки А Все Эти Феномена О которых Вот мы Сейчас Говорили Он заключается В том Что Мир Не Роскосной А Многомерный И Следует Не из-за Этого Что Нужно Брать Не Два Как Минимум Измерителя А Три Нет Не Следует Минутку Значит Это Тот Минимум И Оптимальный Минимум Значит Я Должен Сказать Что Ситуация Здесь Такая Чем Именно Оптимальный Минимум Потому Что Вот Когда Я Показывал Измерение Времени Там Вообще Говорят Для Того Чтобы Точно Не Крутить Вот Эту Базу А Поставить Спокойно Там Нужно Четыре Поставить Два Ортогональных Расположенные И Тогда Все Измеряется Но Не Я потерял Мысль Извините Так В общем Время Отведенное На доклад И На Обсудение Все Закончилось Два Слова Можно Сказать По Вопрос Материи Это Пространство И Время Я Хочу Сказать Что Пространство Оно Можно Считать Его Материальным В том Смысле Что Пространство Является Вместилищем Эфира На Это Субстанции На Которые Являются Источником Образования И Взаимопрепращения Вещества И полей Да Ну А Время Такой вопрос Уже Был Это Замечательно